Звезда KIC 846-28-52, также известна как Звезда Таби, названная в честь первого автора статьи, описавшей ее. Этот массивный газовый шар на 50% крупнее Солнца и на 1000 градусов горячее его. Интерес общественности к этой звезде, которая находится в 1480 световых годах от Земли в созвездии Лебедя, растет последние годы все больше и больше. Звезда приобрела свою известность благодаря спорадическим провалам в яркости, которые достигали 22%. Объект стал настолько интригующим, что за ним наблюдали множество наземных телескопов по всему миру. И делают это до сих пор. Конечно, Снотаби не единственная звезда, которая имеет непериодические спады яркости. Для аналогии приведем пример. Космический объект EPIC 204-27-89-16. Эта звезда возрастом около 5 миллионов лет, спектрального класса М1. Звезда размером Солнца, но имеет массу в два раза меньше. Открыта телескопом Кеплер во время миссии Ка-2 и наблюдалось 80 дней. В течение первых 25 дней наблюдение эта звезда демонстрировала несколько нерегулярных существенных коротких спадов яркости до 65%. В течение остального времени наблюдения яркость звезды изменялась периодично. На первый взгляд можно увидеть явное сходство со звездой Таби. Однако вскоре с помощью обсерватории ALMA была найдена причина. Она состояла в наличии околозвездного диска. Околозвездный диск – это кольцообразное скопление материи, состоящее из газа, пыли или астероидов околозвездного диска. Причина была в нечто другом. Как жаль, что нельзя просто взять свой космический корабль и со скоростью света добраться до звезды. Хотя, постойте, можно. С новой игрой Star Conflict вы не только доберетесь до звезды Таби, но и продолжите свой путь по бескрайним просторам вселенной. Бросьте вызов как в одиночку, так и вместе со своими братьями по космосу, создав свой уникальный и неповторимый флот. Вас уже ожидает в ангаре десятки кораблей разных цивилизаций. Вы сможете развивать внеземные технологии – от космической кофеварки до создания сингулярности «Черных дых». Побеждай других игроков, исследуй далекий космос в поисках ресурсов и неизведанных цивилизаций. Участвуй в масштабных космических сражениях в одиночку или с друзьями. Рекомендую игру Star Conflict. И да, она бесплатна. Отправляйтесь к глубине космоса прямо сейчас. Ссылка будет в описании. А пока игра загружается, мы вернемся к традиционным исследованиям звезды Таби. Шло время, и вот снова не так давно звезда ненадолго потускнела. Но на этот раз на 4%, что стало рекордным значением с момента последних наблюдений. На данный момент научное сообщество выдвигало огромное разнообразие потенциальных объяснений странного поведения звезды. Некоторые считают, что это связано с внутренней динамикой светила. Другие, что она окружена роем комет и астероидов. И при этом на ее орбите вращается планета с огромной кольцевой системой. Были также рассмотрены ряд возможных объяснений, включая вариации в исходящем свете звезды, последствия возможного столкновения типа Земля-Луна, межзвездные клочья пыли, проходящие между звездой и Землей, и некоторые типы нарушений, вызываемые возможным карликовым компаньоном звезды. Тем не менее, ни один из этих сценариев не объяснил бы всех наблюдений. Есть и те, кто пытается найти связь между провалами в яркости и орбитальной мега структурой, так называемой сферой Дайсона, созданной сверхразвитой цивилизацией инопланетяшек, что может вызвать у нас восторг. Однако восхищение продлится недолго, поскольку звезда Таби вряд ли является домом продвинутого сверхразума, который постепенно заключает ее в огромную оболочку, чтобы забрать энергию светила. Хотя, признаем, было бы неплохо посмотреть, что из этого получится. Пристальное наблюдение звезды продолжались и в оптическом диапазоне, и с помощью больших телескопов, оснащенных спектрографами. Со временем все же смогли определить, чем обусловлено снижение ее блеска. Итак, в течение последних почти четырех лет выяснилось, что яркость звезды Таби постоянно уменьшалась со скоростью около 0,34% в год, а в течение следующих 200 дней яркость стала уменьшаться с еще большей скоростью и упала на 2%. Всего яркость за этот период уменьшилась на 3%. Это стало еще более невероятней после исследования 193 ближайших звезд и 355 звезд, похожих на звезду Таби по классу. И ни одна из этих звезд не поменяла своей яркости так сильно за это время, и лишь 0,6% меняли свою яркость со скоростью больше, чем 0,34% в год. В новом исследовании сравнили изменения интенсивности свечения в разных длинах волн и выяснили, что в инфракрасном спектре звезда изменяет интенсивность гораздо меньше, чем в видимом или ультрафиолетовом. Свет звезды был стабильным в течение двух лет, а затем снова потускнел на 15% на неделю. Еще два года прошли без инцидентов, но затем звезда начала мелькать сложной серией неровных, неестественных затмений, которая длилась 100 дней. Причем во время самого глубокого из этих затмений интенсивность света, проходящего от звезды, упала на 20%. Такой эффект мог бы произвести объект в тысячу раз превосходящий Землю по площади. Данные Кеплера содержали и другие случаи неправильных затмений вроде этого, но как в случае звезды Таби, то есть затмения Роя, никогда. Но вот что интересно, компьютерное моделирование показало, что для такого затмения перед звездой должно было пролететь не менее 700 тысяч комет, каждая диаметром не менее 200 километров, что является совершенно невероятным. Значит, рой комет не подходит. И тут мы приходим к довольно интересному объяснению, известное под понятием планета Земаль. Так названное явление, которое непрерывно притягивает к себе новый материал и накапливает массу, формируя тем самым крупное тело. Отдельные слагающие его фрагменты, взаимно притягиваясь, начинает уплотняться. Примером такого явления в миниатюре является астероид лютеция, у которого под толстым километровым слоем пыли находится плотное ядро. Это происходит следующим образом. Уплотняющееся вещество увеличивает температуру в центре. Возросшая температура плавит его. Так образуется космическое тело, или протопланета. Теория формирования планет, включающая так называемую гипотезу планете Земаль, была предложена советским астрономом Сафроновым и в настоящее время поддерживается большинством астрономов мира. Итак, делаем заключение. У молодых по возрасту звезд орбиты являются своего рода резервуарами материала, из которого впоследствии могут возникать планеты. Их наличие в орбите зрелых звезд указывает, что уже завершено образование планеты Земаля. У белых карликов же их присутствие является индикатором завершения звездной эволюции планетарного материала. Поэтому и была выдвинута эта любопытная гипотеза. Нерегулярные спады яркости звезды Таби вызваны прохождением массивных тел между звездой и наблюдателем. По сути, мы видим, как приливные силы звезды формируют на наших глазах планету. Это также объясняет, почему у звезды Таби не обнаружен так называемый околозвездный диск, который состоит из газа и пыли. Если эта гипотеза подтвердится, то это может быть первым свидетельством подобного события, а также свидетельством существования объектов, которые важны для формирования планет. Обязательно поделитесь, что вы думаете о звезде Таби и этой новой гипотезе? Или все-таки внеземная цивилизация? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok